Пишем? Друзья, мы наконец-то вернулись с каникул. Конечно же, вы очень ждали. И первое место, куда мы отправились после них, это... Место, где нам накрывают поляны. Моллюска! Сейчас мы познакомимся с этим местом поближе. А еще познакомимся с одним интересным мужчиной. И уедем с ним на этом байке. Втроем. Как мы обычно делаем. Виталик, иди сюда. Заходи в кадр. Привет. Привет. Как вам прислали? Привет. Виталик, скажите, пожалуйста, как вам пришла идея открыть это замечательное место Моллюска? Вообще, я на Патрике попал первый раз ровно год назад, 1 августа. Но здесь на Патриатрике Тудах нет нигде пива. И можно хорошенько попить пивка. А я, как большой любитель пива... Незаметно. Да. Ну, немножечко. Подтянулся. Да, собственно, решили изначально делать как пивное заведение. А Мидии, скажем так, это хороший повод прийти к нам. Собственно, вот, Мидии и пиво. Пиво и Мидии. А мы? Вы... Это вообще... Это отдельная история. Это место было создано, чтобы нас здесь накрывали поляну. Толик, мы каждый раз, когда ходим по Патрикам, встречаем здесь тебя. Не было и дня, чтобы мы тебя здесь не встретили. Где ты живешь? У тебя нет дома, а ты... Взял. Больно не рупи, так спечатал. Ты знаешь, когда это твой бизнес, кроме как тебе, это больше никому не нужно. Здесь за всем следить, за всем присматривать, общаться со всеми гостями. Где-то кого-то чем-то угостить. А как шефа нашел? Шефом все достаточно просто. Я когда строил это заведение, я был подписан на него. Он на меня в инстаграме. Мы общались, переписывались. Грузей из интернета? Да. Мы с Полиной тоже. Да, и в какой-то момент просто решил его пригласить. Человека с чистой репутацией. Коннекшн, любовь просто случилась? Абсолютно. Как у нас с вами. Виталий, а у тебя есть любимое блюдо, которое ты всем советуешь? Или здесь ешь сам ежедневно, но кроме пива? Это точно чебуреки, это точно креветки-попкорн и это круда из сибаса. Короче, хватит болтать. Пошли есть и пить. За это мы его и любим. Друзья, мы начнем с нашей любимой закуски креветки-попкорн, которую мы здесь едим уже с первого дня открытия моллюски. Что из себя представляет попкорн из креветок? Да. Послушаем ваше мнение. Это упругая креветка внутри. А снаружи нежный кляр. Хрустящий. Сверху острый соус чили сливочный. И стружка с тунца. С тунца. Нет, на самом деле это идеальная закуска, очень пикантная и острая, особенно когда запиваешь холодным пивом, заходит на ура. Что мы сейчас и сделаем. Женщина пройдет, нет бы, сука, нож упал хоть раз, чтоб мужик пришел. Несмотря на то, что это закуска, порция очень большая. Удобно заказать ее в стол с друзьями, вместе ей насладиться. И как положено, друзья, все мы делим пополам. После вчерашнего веселого вечера мы решили заказать окрошечку. Виталик нас вчера так напоил, что легли мы спать только в 4 утра. Первый раз пробуем, поэтому для нас это будет новиночкой. На квасе. С крабом окрошка. Шипит. Здесь огромные куски краба. Прям вот, прям огромные. Доказала. Давай, ты первая. Очень освежает и бодрит. Валентин, ты на чем больше любишь окрошку? На квасе или на кефире каком-нибудь? Или на минералке? Я люблю окрошку, вкусно, но мне все равно на чем она будет сделана. Сам квас очень вкусный. Да, сам квас очень вкусный. Зелень, петрушка, лучок мелко-мелко нарезанные. И порция очень большая. Очень много мелко нарезанных овощей. Огурец, редис, яйцо. Но это не овощ. Если кто-то вдруг будет говорить, вот дура не знает, что ты ему яйцо. Это не овощ. Также здесь огромные куски упругого краба. Прям очень много. Упругая упругая, Поль, да, я не понимаю, из порной индустрии пришла, что ли, сюда, гном? Я хотела сказать о том, что я вообще редко заказывала окрошку в московских ресторанах. И очень часто сейчас встречаются всякие интерпретации, типа, знаешь, там за крошку с уткой, еще с чем-то. Ну, конечно же, потому что мама мне ее делает. Но моллюсками не страшно ее заказать, и мы не прогадаем, на самом деле, что-то сделаем. А что это реальность? Друзья мои, давайте так скажем. Можно, да? По-честному я могу сказать. Я вообще второй раз в жизни ем окрошку, потому что я ее с детства не люблю. А здесь я ее попробовала, потому что я расширяю свои горизонты, своего сознания, гастрономические интересы. И сейчас, когда я уже выросла, я попробовала крошку, она мне очень понравилась. Особенно после веселой вечеринки ты приходишь, съедаешь порцию этой окрошки. И заряжен на весь день позитивом. Огурцами, медицом и зеренечом. Друзья, мы сейчас попробуем бургер. По словам владельца названия его, кому он нахрен нужен, ведь он стоит 1200 рублей. В чем сложность приготовления? Она состоит в том, что, чтобы сделать котлету цельной, как мясную котлету, его необходимо правильно перемолоть и сделать грамотный замес из лангустина и краба, чтобы она склеилась. Мы как культурные люди будем билочкой и ножиком. Котлеты действительно... Булка выглядит круто. Ну что ж, я не фанат вообще рыбных каких-то котлет. Я их тоже с детства не люблю. Но в данном случае ты этого даже не чувствуешь. Такое ощущение, что ты ешь как будто бы мясной бургер. Я не знаю почему. У меня вот возникло такое чувство. Небольшие нотки крабового мяса. Естественно, они... Небольшие нотки. Нет, крабовое мясо здесь присутствует, его чувствуется. Он действительно такой единое целое. Вообще весь бургер... Да. У меня он даже не распался. Он такой составляет прям цельный продукт. Булка офигенская. Нет, мне очень еще нравится сыр. Сыр, который прямо на котлете. И реально он делает вкус более сбалансированным. Булка тоже очень классная, вкусненькая промасленная. Одна из лучших булок, которые мы ели в бургерах. Она мягкая, но она не разваливается от сочности. Нужно признаться, что бургер дорогой, но... 1200 рублей. 1200 рублей. Так как мы едем его бесплатно. Он такой вкусный. Друзья, мы сейчас попробуем блюдо, ради которого стоит прийти в моллюску. И это миди-маринара малина новый сезон с малинкой по летнему. Всего в моллюске 33 или 36 видов различных миди с разными наполнителями. Мы решили выбрать такой вот игоревый вариант. Летний и новый. Пока Люба пробует, я расскажу, что здесь соус из белого вина, чеснока, малиновое пюре и немножко свежей малинки сверху. Да. Каждой порции моллюсков подают вот такое ведро картошечки. Полина считает, что картошка почти как Макдональдс. Да, такая же вкусная. Предлагаю все это перемешать, чтобы все пропиталось соусом. Самое, конечно, вкусное для меня это не только мидия, но и хлебушек. Мидии здесь привозятся замороженные в морской воде. Каждый раз, когда мы пробуем эти мидии, что происходит? Маленькое чудо? Маленькое чудо и гастрономический оргазм. Почему? Потому что в Москве я мало где ем мидии. На самом деле мы нигде больше не едим мидии, кроме как здесь. Мы пробовали, но нигде не вкусно. Обычно они очень сухие, эти отлично пропитываются соусом. Ты понимаешь, что ты ешь мидии в каком-либо соусе, они просто не пойми что. Они мясистые, сочные. Не соленые, да, в меру? Ну и, конечно же, подача. Это шикарная подача. Можно заказать здесь полкило, можно заказать один килограмм. Мы заказываем полкило, нам хватает, потому что мы еще берем кучу всего на закуски и три бокала пива, в принципе. Жизнь удалась. А сейчас мы хотим вас порадовать нашей новой рубрикой под названием Чингачи. Или камень-ножень-тик-бумага, или суефа. Как я говорю, суефа. Кто выигрывает, тот выполняет желание другого. В общем, на протяжении следующих выпусков мы будем выполнять желание друг друга. И баловаться. Мы, конечно, это делаем на протяжении всей жизни. Ну давай. Суки. Суки. Другой рукой решил. Все, я выиграла. Так, желание. На самом деле я бы заранее приготовила. Я бы заранее приготовила. Понятно, ты знала, что выиграть. Я просто сама хотела, если честно, проиграть. Желанием будет следующее. Ты должна с барменом на скорость выпить стакан пива. Если ты проигрываешь ему, ты его целуешь. Вау. В губке или в носик? В попку. Супер, договорились, друзья. Я готова на все. Здравствуйте. Привет. Люба, меня зовут Чиклета. Сегодня мы с тобой сыграем в игру. Наш призовой фонд. Один доллар. Доллар сейчас большой цене. Мы сейчас будем пить с тобой пиво на скорость. Ты готов? Да. Я нет. Я немножко волнуюсь, это мой первый раз. Такое со мной будет. Еще и алкогольное пиво, это вообще нонс. А Леха рэфери у нас? А? Я принимаю участие. Стоп. То есть у нас... Да. Сейчас будем соревноваться, выпивать пиво на скорость. У нас есть три участника. Победитель будет только один. Давай. Раз, два, три. Погнали. Первый есть. Второй. Стой. Мальчики, поздравляю. У нас есть два полуфиналиста. Сейчас они свозятся в жестокой битве. Я здесь посижу еще посмотрю. Поехали. Более. Сыря. Да, бай, да, бай, да. Так бы они работали как-то. Ну. Заиграл. Да, да. Как так быстро, а? Пацаны, молодцы, целуемся. Пацаны, молодцы, целуемся. Давайте. Раз, два, три. Ну что, дорогие друзья, мы поделились с вами нашим любимым местом. У нас есть любимчики. Мы этого не скрываем. Да, мы этого не скрываем. Мы этим гордимся. Хочется отметить, что это заведение с особенной атмосферой, и именно из-за нее мы хотим сюда возвращаться снова и снова. Эта атмосфера создана офигительным коллективом, сумасшедшим, классным, который тебя заряжает. Хочется возвращаться снова и снова, не только выпить, но и это тоже. А также поесть очень классных мидий, самых, наверное, лучших в городе. Не, наверное, а точно. Пока. Ждем вас. Может, увидимся здесь как-нибудь.